Мы на месте, и у него в руках дерево. У него есть корни и крона, он его в руках держит, это и Грегор родовой. Отправляем в клетку, тюрьму, это дерево. Один, два, три. Хорошо, мы приветствуем Владимира, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверить ли он нам в своей биополе на период сеанса? Доверит. Я даю команду, значит, Рискеннер начинает сканировать пространство над головой Владимира, под ногами. Рискеннер сканирует все семь тонких тел Владимира, находит все. У нас демон. Демон, хорошо. Суккуб. Суккуб. Дракон. Дракон. Какой? Синий. Хорошо. Инзиктоид и спрут. Вот, как я и говорил, пять интерферентов. Инзиктоид и спрут. Какая веселая компания. Приветствую интерферентов. Считай цифры над головой Демона. Двенадцать. Двенадцати герцовой. Хорошо. Давай тогда сделаем следующее. Все в курсе, где они находятся? Или кому-то объяснить? Спрут немножко. Хорошо. Спрут. Его очередь. Он показывает, как он отсасывает у него, как насос. Хорошо. Такие вещи делает. Спрут, где ты подцепился? Ты подцепился в квартире? Через портал или где-то в другом месте? Во сне. Во сне. Хорошо. Во сне где? В квартире? Ты из портала вышел? Откуда ты вышел? Или ты сверху его увидел? Он меня увидел, и я его увидела. Хорошо. Я обращаюсь ко всем присутствующим, кто вошел в квартире через портал. Они, похоже, все давно сидят у него. Хорошо. Значит так. Спрут, ты находишься на чистке, как и все остальные. Сейчас мы будем отдавать вам реверсам темную энергию, и забирать светлые энергии. После этого я дам команду все вытащить. После этого я дам команду на рассинхронизацию и контрольную проверку скэнером 2 миллиона герц. Если кто-то что-то забудет или не вытащит, он просто сгорит в этой клетке. Я это никому не желаю. Поэтому предупреждаю со мной работать честно, не обманывать и кооперировать. Все, кто пройдут сегодня контрольную проверку, будут отправлены первый раз на свою чистоту. Первый раз. Всем понятно? Понятно. Я не могу понять, что с спрутом у нас. Он постоянно привлекает себе внимание. Подожди. Снимаются все маски и голограммы. Спрут, представив первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Это спрут. Он замер просто сейчас. Спрут, что ты дергаешься в клетке? Ты мне можешь объяснить? Привязан он к нему. Синхронизирован. Я тебя рассинхронизирую сегодня. Если ты будешь делать какие-то нервные движения в клетке, я могу сделать нервные движения моим лазером. А он не понял, что происходит. Хорошо, я ему объяснил. Он находится на чистке. Мы забираем все свое, отдаем вам все чужое, что вы ему дали, все темное. Теперь понятно тебе? Ты должен кооперировать со мной и выполнять мои приказы. Если ты будешь мне мешать, я тебя накажу. Все понятно теперь? Нет, он не понял. Ему придется уйти. Ты знаешь, Спрут, здесь вопрос в другом. Уйдешь, то что ты уйдешь по-любому, но уйдешь ты куда? В галактическое ядро или уйдешь на свою чистоту? Он говорит, мы вместе. Кто мы вместе? С ним он вместе. А что ты так думаешь? А если я сейчас все каналы сожгу и тебе дам такой удар, что оно все отлетит, что ты тогда сделаешь? Ничего. Поэтому стой и не мешай мне работать. Когда будешь отвечать, когда я тебя буду спрашивать? Он 23 года в нем сидит. 23 года. Генератор идей. Хорошо, Спрут. Ты будешь отвечать мне на вопросы в процессе чистки. Так, переходим к чистке. И я даю команду тонкой копии Владимира с проекцией энергетических и сферических каналов ко всем ответственным подселенцам, ответственным за энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Поехали с вопросами. Спрут 23 года сидел. Сколько сидел он зиктует? Пять лет. Пять лет. Вера, у нас там дерево стоит в клетке, да? Есть. Давай выстроим сейчас канал от Владимира. Один, два, три к этому дереву. И на счет три Владимира дает всю негативную и патогенную энергию, которую он получил от этого дерева, если такова и есть. Пошла энергия по каналу назад. Да, будет так, а так и есть. Хорошо. Дракон синий считает цифры, пожалуйста, над головой. Подожди секунду. К нему пошла энергия, к этому дереву. Да. Она такая густая, и медленно-медленно возвращается. Информация какая-то идет, что он тратит энергию, никому не нужно складывать. Абсолютно верно. Любой Грегор – это трата своей жизненной энергии. И мы сегодня это ему покажем. Сколько энергии он потерял. Такая информация, что он что-то кому-то доказывает, говорит. Но это никому не нужно. И чем это связано? Почему люди так реагируют? Лежит это в информации, которую он передает, или это лежит в этих людях? В чем причина? Побежит в людях, им это неинтересно. Этим людям это неинтересно. Я тут правильно понимаю? Да. Хорошо. Но это еще не значит, что учение неправильное. Нет. Отлично. Значит, тогда не надо доказывать тем, кто... Это рот. Это не учение. Рот. Ладно. Ну, у меня энергия к нему возвращается. Но они идут медленно, но идут, да. Отлично. Усилием. Все потоки в 50 раз. Хорошо. Инзи, кто и 5 лет? Синий дракон. Цифры над головой? 3408. 3408. Одна голова? Одна. Дракон синий. С таким высоким уровнем. А что ты делал в этом биополе? У тебя даже нет головы, молодой, которой обучать. Что ты здесь делал? Объясни мне. Что тебя притянуло? Как ты зашел? И как долго ты находишься в этом биополе? 10 лет. 10 лет. Хорошо. Но что именно ты зашел? На Игры горы. Ты сказал сейчас Игры горы. Во множественном числе еще какие-то есть. Мы видим одно дерево пока. Родовое. Он говорит, что его развитие. Он что-то ищет, получает информацию. Связывается с разными учениями. Включается к разным эгрегорам. Сам того не замечает. Мне это нравится. Я понимаю твою радость. Он показывает его как две половины. Одна пустая, а другая переполненная. То есть что-то не хватает ему. Объяснишь, какая полная сначала половина. И чем она заполнена? На твой взгляд, дракон. И почему вторая пустая? Если ты можешь так переформулировать, если можно так переформулировать, то ответь, пожалуйста, почему такой перепад в этих тонких телах? Почему одна забитая, а вторая пустая? Где он что-то неправильно делает? Он не доносит информацию правильно. Он доносит ее к высоко. О! Это высокомерие? Да, это не нравится людям. Частота это высокомерие называется, да? Демона надо спросить. Тот специалист. Демон. Ответь мне. Какая чистота? Есть такой грызок. Понятно. Значит, он 10 лет сидел. Хорошо. Давай теперь к демону обратимся. Здорово, демон. Демон, давно сидишь в этой клетке? В смысле, в его биополе? Три года. Три года. Ты привел суккуба или он сам пришел? Суккуб меня привел. Хорошо. Суккуб, как долго ты находишься в этом биополе? Семь лет. Семь лет. Благодарю всех за ответ. Демон, к тебе один вопрос. Скажи мне, пожалуйста, есть ли в его биополе лярвы? Он почему-то говорит горе от ума. Есть. Много? И где, скажи мне? Ни с живота. Ни с живота. Хорошо. Но там суккуб сидел. Горло. Горло – это то, что он доказывать пытается всем. Часто бывает правда. Но то, как он это преподносит, еще больше раздражает, что он правда. Здесь все понятно. У меня вопросов никаких нет. Я хочу спросить, вернее, поинтересоваться. Демон, ты хочешь меня попросить эти лярвы после чистки забрать? Ага, хочет. Хорошо. Я тебе отдам эти лярвы. Ты мне будешь давать информацию, которая мне поможет понять все причины, отвечать на вопросы. У меня нет никаких проблем тебе отдать лярвы. Когда ты все вытащишь, твоя очередь придет. Я тебе дам отдельную команду и заберешь все эти лярвы. Хорошо. Ревер закончился? Да. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Владимир забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Владимир себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Кто мне из вас может объяснить по поводу этого родового дерева, которое в клетке стоит? Откуда оно взялось? Кто знает? Он знает. Хорошо. Давай спросим тогда Владимира. Владимир, откуда это дерево? Свои родовые каналы он искал, почистил. И как? Почистили? Я просто не совсем понимаю, после чистки не должно в деревьях находиться. Он имеет в виду, что он знает свое родовое дерево там на несколько поколений назад. Ему это важно. Это хорошо. И он это хочет передать своим приемленникам. По роду? Да. Ага. То есть он своим родственникам хочет передать какие-то родовые знания. Да, он им объясняет это все постоянно, но им неинтересно. Ну, уже демон объяснил, и как это все работает, почему это неинтересно. Видать, подача этой информации отличается, так сказать, эти люди эту чистоту не воспринимают, или вы ее доносите таким тоном, или немного высокомерно, что и привлекает, в принципе, интерферентов. Здесь такие нюансы, мы не собираемся ни в коей мере вас не осуждать, и так далее. Мы просто пытаемся разобраться в причинах этого всего. И мне было интересно узнать, почему это дерево находится в вашем биополе. Человеку очень трудно ходить, когда в его биополе находится дерево. У человека в биополе вообще ничего не должно находиться, кроме его родных энергий. А я сейчас вижу у вас дерево, и я не думаю, что мне кто-то может объяснить, что с деревом легко ходить. Скажи мне, кто может ответить? Да. Он очень хочет передать это дерево дальше по роду. Он ищет, кто его поймет. И спросит совсем. Это все понятно, но я не знаю. Скорее всего, придется ждать куратора и ждать от него объяснения этому всему, потому что я с таким родовым деревом встречаюсь в принципе не первый раз, но так, что оно так явно и целенаправленно. Это первый раз, конечно. Хорошо, ждем окончания реверса. Спрут, ты 23 года сидел. Расскажи мне, какие ты идеи ему подкидал? Как ты вообще воздействовал на него? Объясни мне, я хочу понять. Ну, он показывает. Он на голове сидит, и вот как насос вверх-вниз делает, генерирует идеи. Это пустые идеи. Скажи, из этих идей была хоть одна идея, связанная с родом? Это не твоя? Не на тебе выросла? Не от тебя, вернее, пошло? Он генерировал развитие. Он генерировал развитие. Но развитие такое, как спрут понимает развитие, да? Какое развитие? Ты не можешь никакого развития генерировать, если ты не будешь у него отсасывать энергию. А энергию ты можешь отсасывать, когда он пустые действия делает. Он показывает, что ему шла информация, которая его заинтересовывала в той или иной мере. Какая-то проходила, как сквоз пальцы. А ты фильтровал? Какая-то садилась в голову и развивалась до фанатизма. До фанатизма. Вот у нас уже новое слово появилось. Хорошо, скажи мне, спрут, как он мог избежать вот этого всего? Фанатизма, скажем так, этих мыслей. Где он допустил ошибку, да? То, что показал дракон. Одна наполнена половина, другая пустая. Неравномерное развитие, да? Я так и не понял дракона. То есть, с одной стороны это давление, а с другой пустота, которая должна быть доброта и принятие чужого мнения, даже если оно неправильно. Доброта и принятие чужого мнения. Это и есть духовный рост, Владимир. Это и есть уровень роста осознанности. Не деревья в биополе, а именно признание и доброта. Сегодня интересный сеанс у нас получается. Хорошо. Спрут, давай начнем с тебя. 23 года ты сидел. Выходи из клетки, вытаскивай, отключайся полностью. Все, что ты оставил, жидкость отсасывай, чтобы ничего не было. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай, Спрут. У него много жидкости в голове. Он снимает присоски с головы. С лица, спина, шеи, плечи. У него такое ощущение, что он сросся с этим Спрутом. Там между ними что-то есть. Какие-то биоматериалы. Вот как. Спрут, биоматериалы ты, конечно, вернешь. А свое заберешь. В клетку пошел. Достался. Хорошо. Переходим к инзиктоиду. Инзиктоид, выходи. Вытаскивай. Все, что ты оставил в его биополе, отключайся и возвращайся в клетку. Доклады о готовности к проверке. Но у него под ключом там как барабан. Угу. И как она воздействовала? Расширял он ее. И? Как она действовала? Не хочет говорить. Делает вид, что не знает. Инзиктоид не хочет говорить? Да, он делает вид, что не знает. Показывает, как он расширял. Инзиктоид. Я сейчас открою портал в галактическое ядро, и я тебя больше спрашивать не буду. Расстройства были у него. Открывая портал в галактическое ядро, рядом с инзиктоидом. Один, два, три. Спрашиваю инзиктоида. Ты готов уходить в галактическое ядро? Нет, он же говорит. Расстройства были у него. Еще раз. Ты попробуешь мне не ответить на мой вопрос. Я тебя туда отправлю. Тебе это понятно теперь? Да, ему понятно. Закрывай портал, опечатай, растворяй. Итак, как ты воздействовал? Он показывает у него вот этот барабан. Он снутри подключен в области солнечного. Нет, поповины. И этот барабан как крутится, как вот у белки колесо, что говорят. Вот таким манером он там крутился. И что он вызывал? Когда он крутился? Какие реакции? Мне что, каждое слово за тобой вытягивать? Тензиктоид. Расстройство. Чего расстройство? Желудка. Расстройство желудка шла от тебя, да? От этого, то, что ты установил, от этого барабана, да? Боли иногда были, да. Понятно. Хорошо. Снимай все, вытаскивай, жидкость отсасывай. И еще раз попробуй мне не ответить на мой вопрос. Синий дракон, я прошу тебя выйти и вытащить все свои платы, которые ты оставил, отключиться полностью. Приступай. И доложи. Инсиктоид, когда делал этот барабан, у него чакры смешивались энергии. И он чувствовал недомогание, тошноту. Угу. Хорошо. Слабость. Понятно. Я думаю, Владимиру это будет знакомо. Хорошо. Синий дракон, давай. Палата в синем. Синий дракон, какие ты картинки ему транслировал? Расскажи мне. Много картинок. Ну, какие? Полеты в космос? То, что ты видел? Сам? Нет. Общение с людьми. Он его направлял на других людей. Призывал к общению. Ему это нравилось. Как спор или... Так это ты его подталкивал к этим спорам? Вот слова идут, как об стену горох. То есть его слова ни до кого не доходили. И ты... И это твоя была... Это ему нравилось. Понятно. А ты воздействовал как-то на то, чтобы эти слова отлетали, как горох? Кроме того, что ты получал энергию от этого всего, ты его подталкивал к этой мысли спорить? Он говорит, что это особенность души и ее осознанность. Я могу подталкивать или не подталкивать? Душа решает, как ей... Это не ответ на мой вопрос. Я тебя спросил конкретно. Ты... Конкретно ты, синий дракон, ты подталкиваешь его? Мы всегда провоцировали. Ты всегда провоцировал. Хорошо. Отвечай мне всегда прямо на вопрос. Он говорит, что я хочу, чтобы ты понимал, что у души всегда есть выбор. Это верно. Надо сначала этот уровень осознанности достичь, для того, чтобы понимать, что у человека есть выбор. Иначе можно всю жизнь вот так вот прожить. Хорошо. Так. Он вытащил все, Вера? Да. Сукуб. Выходи. Снимай все, что я оставил в его биополе. Все ленточки. Ошейники твои. Что там, Вера? Что он снимает? Посмотри. Красный бантик с полового органа снимает. Хорошо. Скажи мне, вот этот красный бантик, который ты одел, он... Это мой подарок. Я понимаю, как он воздействовал на него? Постоянное желание? Постоянное желание оргазма. Да ты что. Возбуждение. Вот это ты подарок ему сделал, конечно. Но он ему не нужен. Вытаскивай давай. А за что ты ему такой подарок сделал? Чтобы импотентом не стал. Хочешь тебе тоже сделать такой подарок. Сокуп, ты подумай два раза перед тем, как мне вообще что-то предлагать. Потому что таких, как ты, я отправляю в галактическое ядро без подарков всяких. Это мой подарок. Тебе это понятно сейчас? Или дать тебе 200 тысяч герц удар? Да, понятно. Все, давай, делай. Делай то, что я тебе говорю, и не мешай мне работать. Готов. Хорошо. Демон. Я прошу демона выйти. Отключиться, снять все, что он оставил. Объяснить, как это воздействовало на него. Приступай, демон. Многие руки под ключки у него. Как сапоги такие тяжелые одеты. На руках веревки. Приземлял его, демон? Приземлял. Приземлял. Отягощал все, конечно, да. Это боли были, или как оно выражалось в ногах? Нет, он больше раздаводил его. То есть, лярва на горле, это вот как раз какие-то разговоры, споры. Доказать, что он праватый. Отлично. Значит, они практически все вместе работали сообща. Все интерференты. Демон, как и дракон, помогал ему то же самое делать. Он не допускал других мыслей и анализа. Хорошо. Все снял? Да. Разрешаю тебе забрать все лярвы, ничего не забывая. И возвращайся в свою клетку. Готово. Хорошо, все убрали. На четыре я даю команду на рассинхронизации. Два, три. Пошла рассинхронизация. Синхронизация. Вера, мы выстраивали канал к дереву на чистую энергию. Там выстроился канал сам? Да. Да, помнишь, я говорила, что густая очень шла назад к дереву. Но он рассинхронизировался со всеми, кроме спрута, очень медленно там рассинхронизация идет. Хорошо, подхожу к Владимиру, даю энергии и на счет три мощнейшим потоком рассинхронизирую спрута с Владимиром и Владимира со спрутом. Один, два, три. Пошла энергия. Усиливается все. Там, получается, биоматериалы какие-то синхронизируются. Хорошо. Он из него спрута делал. Хорошо. Так. Включая Владимиру внутренний белый свет на счет три, один, два, три. И на счет три Владимир выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, остаточные энергии, все, что осталось от интерферентов. Все это на счет три начинает выдавливаться и формироваться перед ним в шар. Один, два, три. Пошел процесс. Готово. Большой шар? Нет, небольшой. Открывается портал в галактической ядру, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду скейнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Готово. Чистый. Отлично. Хорошо. Подхожу к Владимиру, кладу руки на плечи, помогая ему сделать импульс высокой оброте на шоку удара и сжечь все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Все каналы отлетели. Да, готово. Открывается портал в галактическое ядро и каналы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, все прошли проверку. Кто знает, есть ли в квартире порталы? Живут ли там другие интерференты из присутствующих? Демон? Да, знает. Есть? Да. Хорошо, мы даем информацию Владимиру, что у вас в квартире находятся порталы и другие интерференты, от них надо будет избавляться. Хорошо, буду отпускать тогда всех первый раз на их чистоту. Демон уходит первый. Демон, ты готова уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь, обогнанную пентаграмму. Готово. Суккуб готов이? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. И суккуб уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово «синего дракона», что ты больше никогда в это биополе не придешь. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Инзиктоид, ты готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, у нас спрут остался, спрут. Я тебя предупреждаю, хоть ты 23 года сидел в его биополе, человек решил от тебя избавиться, как и от всех других. Если ты не воспримешь серьезно его намерения и придешь еще повторно в его биополе, я через 10 минут найду тебя, тогда ты уже никуда не уйдешь. Если ты не хочешь, чтобы это случилось, уйди навсегда. Все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. У него еще пальцы вот эти, они как врошли были. И он сейчас их держит, как присоединил к себе, но они на таких тонких пока ниточках. Вот он гормыхает и уходит. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Так, громыхатели ушли все. Поехали тогда. Сейчас у нас дерево там еще осталось, да? Да. Я не знаю с этим деревом. Как вы считаете, вы не изменили свое мнение насчет этого дерева, Владимир? Вы считаете, это ваше родовое дерево, да? Он говорит, что оно... Он показывает сердечную чакру, говорит, что оно у меня вот здесь, а в таком виде оно мне не нужно. Вот как дерево. Вот я об этом и говорю, вы просто груз взяли в руки, очень тяжелый, который вы несете перед собой. Вы готовы сбросить это дерево в галактическое ядро? Оно вам надо? Это и Грегор. Он только силы сосет, он вам ничего не дает. В таком виде он мне не нужен. Это да или нет? Готов? Да, не нужен. Готов. Хорошо. Под этим деревом открывается портал в галактическое ядро, дерево уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ни в одном человеческом биополе не должно находиться никаких артефактов. Это был артефакт. Это огромная тяжесть, которую вы сами себе наложили на руки, и правильно вы сделали, что вы от него отказались. Хорошо, мы поехали по частот. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Владимир, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Он необычно себя чувствует. Совсем не то, что он ожидал. Его энергии вернули на самое начало развития и переосмысления. Гармонизация заканчивается, энергия до сих пор. Хорошо, ждем. Готово. Отлично. Да, Владимир, вот так вот оно все и есть. И защита вот так выглядит. Энергия заправляется именно так. А интерференты приходят по тем причинам, о которых мы озвучили. Хорошо, мы закончили эту чистку. Сейчас мы будем приглашать вашего куратора и зададим ему 10 вопросов, которые вы нам передали. Подожди, он на себя смотрит и говорит, что я не думала, что энергии имеют такую силу. То есть я знала, что они существуют, но что именно в таком виде можно их ощущать и руководить. Я не мог прочувствовать. Хорошо, теперь вы знаете. Пользуйтесь своими энергиями, для этого они вам и даны. Дай команду еще раз аккуратно. И я приглашаю прийти в нашу комнату диагностики куратора или учителя Владимира. Куратор или учителя Владимир, прошу прийти к нам в нашу комнату диагностики. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Владимира. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Он поменялся на женщину. Хорошо. Елизавета. Елизавета. Вы куратор Елизавета? Куратор. Я приветствую вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного. Вытащили из него кучу всего разного. И у него остались еще 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы, уважаемая Елизавета, так любезно ответить на эти вопросы? Я постараюсь ответить на вопросы, касающиеся души. Безусловно. Вам решать, на какие вопросы отвечать, А какие, может быть, еще рано отвечать. Итак, если вы позволите, я начинаю с первого вопроса. Сколько времени существует моя душа? 37 тысяч лет. Хорошо. Благодарю вас. Второй вопрос. Сколько я набрал темной энергии? 27%. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько кармических узлов у меня было и сколько осталось пройти? Четыре было. Да. Один остался. Один остался. Может быть, добавится второй, если правильно пойдет развитие. То есть, если добавляется какой-то узел, это автоматически не означает, что это какая-то проблема. Это может быть даже еще и лучше. Правильно? Я понимаю, вы скажете. Совершенно верно. Вот. Если развивается душа, приходит определенная осознанность, приходит новая информация, новый кармический узел. Это новая задача. Абсолютно верно. Почему? Потому что он сформулировал вопрос таким образом. Я его чуть переформулировал, для того, чтобы вы поняли. Он написал, сколько кармических узлов осталось развязать. На мой взгляд, это неправильное слово «развязывать». Их надо проходить. Это учение. Это опыт. Это осознанность. Их не развязывают. Их проходят. Это перекресток. Я хочу уточнить. Пожалуйста. Количество узлов никак не реагирует на развитие души. Количество узлов возникает при развитии души и добавляется. Душа поставила себе определенные цели. Но если она идет в неправильном развитии, узел останется неисполненным. Он не дойдет в этой жизни до человека. Потому что человек не готов к нему. Все понятно. Значит, нам открывается по мере нашего развития. А эти узлы имеют совсем другое значение, так как человек их сам выбирал для себя. И эта ситуация... Это был первоначальный план. Да. Дойдет ли душа, не помнящая свой план, услышит ли она свой зов. Это зависит от души. Вы сейчас очень интересную вещь сказали. Мне аж отозвалось. Душа, не помнящая свой план. Так и есть, на самом деле. Мы ли сильно нам память стерта в этом отношении. Но душе надо найти и вспомнить, скорее всего, себя для того, чтобы этот путь пройти. Правильно? И познать себя тогда этим путем. Я благодарю вас, уважаемая Елизавета. Если вы позволите, я перехожу к четвертому вопросу. Переходи. В духовном развитии что является позитивным приоритетом, а что негативным? Позитивным приоритетом является анализ, небольшая доля сомнения. Только душа доверяет информации, правильная она или нет. Негативом является давление на других, когда ты заставляешь людей верить в то, что веришь ты. Уважаемая Елизавета, у нас есть еще один вопрос, связанный с этой темой. Это девятый вопрос. Я к нему еще приду. Я полагаю, вы чуть позже еще объясните более расширенно, что вы сейчас сказали. Это очень важная информация. Для него нам об этом то же самое говорили и интерференты. Если вы здесь закончили, или вы хотели что-то добавить еще? Я ответила на вопрос. Абсолютно верно. Благодарю вас за это. Пятый вопрос. Чем занималась моя душа перед нынешним воплощением на Земле? Подготовкой к воплощению. Просмотром прошлых ошибок. Так и есть, конечно. Даша просматривала ошибки, готовилась к воплощениям и выбирала себе вышеозначенные кармические узлы. Благодарю вас. Он, наверное, полагал, уважаемая Елизавета, что он перед нынешним воплощением жил тоже на Земле. И его, скорее всего, на мой взгляд, вы его лучше знаете, чем я, но мне кажется, он спрашивал, чем он занимался в прошлом жизни, если она была на Земле. Я лишь отвечаю на поставленный вопрос. Все верно. Как поставлен вопрос, такой и ответ. Благодарю вас. Здесь все правильно. Мне трудно ориентироваться. Задавайте вопрос правильно. Я перехожу к следующему вопросу. Шестой вопрос. Как и какие силовые потоки мне нужно использовать? Я подразумеваю вопрос об энергиях. Мне трудно сказать об этом, поэтому я воздержусь от комментариев. Возможно, вы правы. Я именно так понимаю этот вопрос. Мой совет. Начни с элементарных энергий твоих чакр, основных точек биороботи, связывающих тебя с душой. Мы сегодня показывали ему, как это делается. Мы его заправляли энергией перед этим сеансом. Синхронизировали, гармонизировали эти энергии. Назвали ему количество его энергии, сколько ему необходимо для того, чтобы он заправлялся. Это 320% и 25 Гц. Если, на мой взгляд, он будет заправляться этими энергиями каждый день, то он всегда будет полностью наполнен энергиями. Поправьте меня, пожалуйста. Я лишь отвечаю на вопрос. То, что ты сказал, это побочная информация. Хотелось бы, чтобы ты познакомился с энергиями чакр, понял, что отвечает, за какие эмоции. Тогда ты поймешь, какие энергии нужно усилить, а какие ослабить. Это информация, которую ты сам можешь найти и обработать. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Кто является родственной душой в моем окружении? В твоем окружении есть одна родственная душа, младше тебя в земной жизни. Хорошо. Значит, такая информация. Благодарю вас за нее, уважаемая Елизавета. Я перехожу к следующему вопросу. Восьмой. Уровень моего высшего «я». Девять. Девятый уровень. Благодарю вас. Девятый вопрос. Я о нем говорил, когда мы чуть раньше. Итак, девятый вопрос. Почему мои слова у окружающих вызывают недопонимание, «Хоть впоследствии я оказываюсь прав». Неправильно поданная информация приводит только к раздражению и неправильным вибрациям со стороны окружающих. Да, нам об этом сегодня говорил один из интерферентов, что там присутствовало такое, как немножко гордыня или немножко высокомерие вот на этих вибрациях. Возможно, вы это сейчас имели в виду. Я не знаю. Я могу только догадываться. Благодарю вас, уважаемая Елизавета, за эту информацию. Я даю понять, показывая, что вибрации, с которыми доносится информация, неприятна для абонента. Поэтому информация не доносится правильно. Благодарю вас за эту аллегорию. Я прямо увидел эту вибрацию, когда вы говорили. Хорошо, я благодарю вас, уважаемая Елизавета. Мы можем переходить к последнему, десятому вопросу. Да. Кто покровитель моего земного рода? У меня нет этой информации. Я лишь могу сказать, что я куратор. На эту жизнь. Для определенной души. Даже не так. Частицы души. На эту жизнь. На планете Земля. Благодарю вас. Меня этот ответ, в принципе, абсолютно устраивает. Я просто не понимаю смысла этого вопроса сам по себе. Но это моя проблема. Благодарю вас, уважаемая Елизавета. У нас вопросы закончились. Если у вас сейчас будет, есть желание что-то лично от себя добавить вашему подопечному Владимиру. Это был бы самый лучший момент. Я сказала, самые важные моменты на данный период развития. Вся остальная информация будет открываться по мере развития души. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Никому не дается больше, чем он в состоянии постичь. Благодарю вас, уважаемая Елизавета. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, которую мы очень за ней следим. Каждый куратор, каждый учитель, который к нам приходит, получает определенный подарок. И мы хотим вас, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами на земле. Один, два, три. И нам бы хотелось просить вашего разрешения и передать вам этот скромный подарок. Это единственный чистый продукт, который у нас на земле остался. Полон энергии. Называются еще наши витамины. Нас бы очень обрадовалось, если бы этот подарок приняли. Я приму ваш подарок, если вам это приятно. Нам это приятно, но дело в том, что Владимир тоже вам хотел еще передать. Этот был подарок от нас с Верой. А подарок, который хотел вам передать Владимир, это передайте подарок. Сделайте подарок моему наставнику из лучших видов меда. И давай сделаем, Верочка, 12 различных маленьких баночек с самыми вкусными сортами меда на земле, которые есть. Один, два, три. И мы хотим это передать от вашего подопечного и своему куратору. В меде много глюкозы. Верно. Одна ложка меда несет достаточное количество витаминов для вашего биоробота. На весь день. Да. Да, мы знаем об этом, но не все, конечно, об этом знают. В любом случае, это было от всего сердца. Примите, пожалуйста, эти подарки. Мы благодарим вас за эту помощь. Я надеюсь, что ваши ответы помогут вашему подопечному Владимиру дальше осознанно развиваться на этом пути. Мне понравилось, как ты сказал, от всего сердца. Я это чувствую. Да. Потому что я действительно говорю от всего сердца. Я благодарю. Благодарю вас, Елизавета. Благодарю Владимира. И вас. Благодарим вас. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию благодарности за ваш визит, за вашу помощь. Я не говорю прощайте. Возможно, до скорых встреч. В жизни встречается всегда много раз. Поэтому вдруг он созреет для следующих вопросов. Мы с удовольствием с вами встретимся, уважаемая Елизавета. На этом, на настоящий момент мы сделали все, что мы могли для него сделать. Все остальное лежит в его руках. Приятно было познакомиться и получить подарки. Благодарим и мы вас. И вы нам достали огромное удовольствие. Всего вам наилучшего. И до скорых встреч. Благодарим вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Очень интересный куратор. Хорошо. Обращаюсь к Владимиру. Владимир, как вам встреча с вашим куратором Елизаветой? С одной стороны, я ожидал больше. А с другой стороны, информация, которую она предоставила, должна быть проработана и усвоена. Вот это вы правильно заметили. Возможно, лучше все-таки правильной информации, чем своим ожиданием пользоваться. Потому что ожидания иногда нас обманывают. Или мы ожидаем совсем другого, что нам, наоборот, навредит. Куратор же заинтересован, чтобы вы в этой жизни достигли максимального уровня осознанности и своего развития. Именно так она и показала себя сегодня на этом сеансе. На некоторые вопросы, как вы видите, она их деликатно обходила. На основные ответила. Ну и интерференты, безусловно, тоже помогли с этой информацией. Они вам сказали, на что они заходили. И где вам стоит обращать внимание, чтобы такого не случилось. Хорошо. Владимир, мы закончили свою работу. Надеюсь, у вас начнется новый отрезок жизни. И мы сейчас начнем возвращать вас назад в ваш биоробот. И синхронизировать все эти энергии на физическом плане. Чтобы это все усвоилось, и синхронизировалось, и сгармонизировалось с вашим биороботом. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Владимира в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.